Здравствуйте! Сегодня пятница, 24 июня. В эфире новоуральской обещательной кампании информационная программа «Объектив». В студии Валерия Конева. Я и мои коллеги готовы познакомить вас с последними городскими событиями. Коротко о главных темах. Новая встреча с подрядчиком. Глава округа проверил этапы работ на бульваре Кикоэна. Новоуральск летний. Площадь городских цветников составляет почти 5000 квадратных метров. Сегодня специалисты индивидуального предпринимателя Ольги Кудряшовой высаживали петуни на бульваре Фоменко. Что такое нефть и для чего она нужна? В музейно-выставочном центре проходит выставка, посвященная этому удивительному природному ископаемому. Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева по преодолению зависимости от импортного оборудования в комплектующих строительной индустрии. Глава региона заявила о готовности Среднего Урала к выстраиванию такой работы 21 июня на заседании Президиума Госсовета по строительной отрасли и жилищно-коммунальному хозяйству. Это заседание открыл президент России Владимир Путин. Отмечу, что у нашего строительного комплекса колоссальный потенциал, как мощного локомотива развития и России, и в целом России и регионов. Необходимо его в полной мере реализовывать. Для этого в том числе продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов. Внедрить эффективные финансовые и инвестиционные инструменты. Расширить пространство для деловой инициативы. И конечно, как и все сферы нашей жизни, стройку, жилищно-коммунальное хозяйство мы должны развивать на принципиальной новой технологической базе. По словам губернатора Евгения Куйвышева, строительная отрасль, производство строительных материалов существенно влияет на динамику развития экономики и социальной сферы регионов. Об этом говорит и опыт Свердловской области. Сегодня еще на импортном оборудовании выпускается и цемент, и готовятся некоторые строительные материалы. То если сейчас не заняться работой по подготовке программы ее реализации, о переоснащении всей нашей строительной индустрии, то через некоторое время может случиться так, что не из чего будет строить и нечего. И мы поддерживаем предложение, прозвучающее сегодня для реализации новой пятилетней программы в строительной сфере. И она должна стать действительно ориентиром для наиболее эффективного размещения новых производств. Считаем, что параллельно ей необходимо разработать и взаимоувязанную программу развития отрасли строительных материалов, уделяя особое внимание выпуску станков, техники, оборудования для строя индустрии. Это поможет оптимизировать и логистические цепочки, и снизить себестоимость продукции. Евгений Куйвышев отметил, что более простым и оперативным вариантом может стать импорт необходимого оборудования из дружественных стран. Но для обеспечения технического и технологического суверенитета России нужна собственная производственная база. По его словам, Свердловская область, обладая развитой машиностроительной базой, квалифицированными конструкторскими и инженерными кадрами, готова при наличии государственного заказа организовать выпуск техники и оборудования для строя индустрии. Воспользоваться отечественным оборудованием могут и городские производители. В Новоуральске действует не одно предприятие по выпуску стройматериалов. Один из ярких примеров – компания «Дедогор». Фирма 27 лет остается на рынке производства тротуарной плитки. В производстве – продукция для строительных организаций и физических лиц, использующих строительные материалы в дорожном строительстве, благоустройстве территорий и в домостроении. Многие яркие аллеи и скверы благоустроены именно нашей плиткой. Даже сейчас в работе на улице Комсомольской подрядной организации используют бортовой камень и тротуарную плитку компании «Дедогор». И в продолжении строительная тема. Сегодня глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в ходе еженедельного объезда проверил ход благоустройства на бульваре Академика Кикоэна. Место отдыха с детьми и современный игровой комплекс – молодежная площадка. Таким мог стать бульвар Кикоэна еще в прошлом году. Но из-за недобросовестности предыдущего подрядчика работы продолжаются и в этом году. Открытие благоустроенного и законченного комплекса жители по-прежнему с нетерпением ждут. Дети маленькие, у меня еще старшенький сынок есть. Мы здесь, ну, бывает, что гуляем, пускай не часто, но гуляем. Поэтому все равно хочется, детей здесь много в этом районе. А сюда часто приходите и дальше сейчас? Ну, несколько раз точно были. Мы еще были, ну, вот качели когда еще висели. Их, видимо, сейчас убрали. То, что, видимо, заново началось строительство, а все убрали. Вот, а так-то как бы бываем частенько. Детям-то интересно, все равно, дай бог, чтобы все закончили. Я думаю, что как только все закончат, наверное, здесь и детей будет побольше. Мы, может, почаще будем приходить. Мне здесь нравится играть, а мы здесь катаемся на самокатах. На батутах. На батутах прыгаем еще. Нам, конечно, нравится. Задумка вообще, в принципе, хорошая была. Но, как видно, что она пока до конца не доведена. Мы очень надеемся, что будет лучше. Мы живем здесь рядышком, поэтому для нас это прямо находка. Конечно, хотелось бы увидеть все-таки, что из этого получится. Работой тем временем продолжает подрядная организация «Уникон Урал Инжиниринг». Среди выполненных пунктов – пуска наладочной работы, частичная замена люков, ремонт оголовков колодцев и установка люков с замками, а также демонтаж старых конструкций. После предыдущего объезда подрядчик вывез сооружения, которые выполнены не по нормативам и принадлежат Союз Холод Уралу. Также начались работы по укладке притки. Сегодня приводили в порядок территорию у большой игровой площадки. Представание, если и будет, то небольшое, связано с корректировкой работы, дополнительными работами, которые появляются. Сейчас производится замена люков, готовимся к поставке инертных материалов. Задержка небольшая в связи с погодными условиями. Машины не могут работать на карьерах. Ну и, соответственно, если погода позволит, то на следующей неделе будет поставка материалов и, соответственно, будет уже устройство дорожек производиться, отсыпка газонной части. Ну и уже видимые работы пойдут. Через неделю начнется поставка малых этих форм, ну и в течение месяца будет их установка здесь, монтаж, установка. Во время выездной проверки также обсудили вопрос частичного появления освещения на бульваре, укоса травы на прилегающих территориях и восстановление подобающего вида некоторых недоделанных скамеек. Еженедельные объезды будут продолжаться и дальше. Мы рассматриваем те вопросы, которые в рабочем порядке возникают. Они всегда есть. Мы задействуем все городские службы. Есть уже, вот сейчас выявлены проблемы, которые у нас остались из-за некачественного исполнения тех форм, которые сделаны уже предыдущим подрядчиком. Будем решать эти проблемы, безусловно, в рабочем порядке. Вот. Ну, есть вопросы межведомственного взаимодействия, они тоже решаются. Значит, я, как сказал уже, вот, системно мы решим все вопросы. Это там однозначно. Конечно, будет еще вопрос в части судов, в части некачественного выполнения работ. Будем решать. Сегодня, после визита главы на бульвар, сотрудники МУП «Водоканал» занялись откачкой воды из Боула. Специально бетонные чаши для катания на скейтбордах и велосипедах BMX. С помощью вакуумной машины за полтора часа работы удалось избавиться от воды в чаше и дренажном колодце. А следом бытовой мусор и камни убрали сотрудники дорожно-коммунальной службы. Проблему с уходом ливневых и дождевых ввод поставили под особый контроль. Исторически сложилось, что со времен основания Новоуральска город называют «маленькой Швейцарии». Он действительно утопает в зелени. А в теплый период в рампах благоустроительных работ проводится и высадка растений. Горожан цветники радуют. Однако находятся копатели – те, кто крадут городские посадки. Сегодня наша съемочная группа побывала на бульваре Фоменко, где шла высадка цветов. Рассказывает Анна Акрамова. Вот так заботливо, бережно, с большой любовью и от всей души высаживают растения сотрудники предпринимателя Ольги Кудряшовой. Все для того, чтобы Новоуральск был цветущим, ярким и радовал горожан своей ухоженностью. Среди тех, кто сегодня трудится на бульваре Фоменко – и мастер озеленения Юлия Отягшева. В этой сфере она работает уже 17 лет. Женщина говорит, что ей повезло, нашла дело всей своей жизни. Я когда устроилась, мне было 24-25. Все было интересно, как это садится, как это растет. Работа тяжелая, но она очень интересная. Главное – желание. Нравится мне. Эта работа мне нравится. Новоуральцы замечают, как преображается город. В комплексе, согласно программе главы Вячеслава Тюменцева, продолжаются работы по замене коммуникаций и ремонту дорог. Благоустраиваются дворы и общественные территории. Во всех районах города идет озеленение. Новоуральск строился как город-сад. А как известно, главное украшение городского озеленения – яркие цветники. В этом году новоуральцы видят, что благодаря заботливым и умелым рукам специалистов, город действительно похож на сад. Мне очень нравится. Аллея выглядит замечательно. Очень приятно по ней гулять. Вот я здесь каждое утро катаюсь на велосипеде. Неравнодушно относятся у нас люди к озеленению города. Это очень здорово. И на Аллее молодежи, и на Аллее победы очень хорошие дизайнерские решения там сделаны. Мне все очень нравится. Бывший кинотеатр Родина, сейчас вот библиотека, да. Вот там вот всегда очень зелено, красиво. Цветы высажены. Муниципальные, так скажем, власти стараются. А мне еще нравится, что у нас люди, ну по крайней мере вот у некоторых домов, создают своими руками цветники. Очень красиво все сделано, украшено. Очень нравится наш зеленый город. Конечно, радуется, все нравится. Приятно выглядит. Очень хорошо, замечательно. Красиво, хорошо, конечно, нравится нам. Мы ждали, что когда будут рассаживать. Ольга Кудряшова – новоуральский предприниматель, который уже много лет занимается озеленением. От выращивания саженцев в хозяйстве до высадки растений. И каждый раз все, что делает Ольга Викторовна и ее сплоченный коллектив, выполняется качественно и на совесть. Без людей ни один руководитель не сделает ничего. Я очень люблю свой коллектив, я дорожу своими коллегами. Коллектив у нас стабильный, работает давно, работу свою знают, ценят и любят. Мы обладаем очень хорошим своим хозяйством. Мы можем удовлетворить любые потребности в цветочном озеленении, именно городского цветочного озеленения, любые потребности по цветочному ассортименту. В озеленении тоже существуют свои, ну так сказать, модные тенденции. То есть здесь на аллее будет присутствовать очень много злаков, потому что злаки входят в моду. То есть они являются такой культурой, которая способна поддержать и цветущие растения, и в то же время являются собой, ну как бы такое хорошее дополнение к цветникам. Всего в Новоуральске площадь цветников составляет 4800 квадратных метров. К сожалению, не все ценят красоту, созданную руками специалистов по озеленению. Каждый год их крик души – это копатели. Так называют новоуральцев, которые выкапывают цветы с клумб, а по факту воруют городское имущество. На этой клумбе унесли сразу целый ряд красивых цветов, причем они исчезли уже на следующий день после посадки. Мы у себя, у вас выдернем, но себе во двор посадим. Ну, наверное, это неправильно, так не должно быть. Случаи вандализма, к сожалению, портят красивую картину высаженных клумб. Но в большинстве случаев благоустроенные цветники, озелененные общественные территории радуют глаз и приносят новоуральцам ощущение уюта на городских улицах. Давайте ценить, уважать труд людей, озеленяющих наш с вами Новоуральск. Ведь все мы – соседи, жители одного города. И общая задача – сохранить и поддержать то, что создается сегодня. Анна Акрамова, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Интеллектуальный старт. Сегодня в городе начала свою работу книжная выставка «Изотом». Она проходит в рамках второго форума местных сообществ городов в присутствии предприятий топливной компании «ТВЭЛ». Со всеми подробностями Елена Мельникова. «Изотом» проходит в Новоуральске впервые. Уже с сегодняшнего дня у горожан есть возможность окунуться в литературный мир, сделав для себя новое открытие. С 24 по 26 июня в детской библиотеке пройдет ряд интересных мероприятий. Лекции, презентации книг от самих авторов, дискуссии, мастер-классы, творческие встречи с музыкантами, круглые столы – все это ждет новоуральцев в детской библиотеке. Проект обеспечивает возможность прямого диалога между писателем и читателем, а также открывает людям новые издания. Книги, представленные на площадке, пестрят разнообразием тем, и мы уверены, каждый житель найдет что-то по душе. Новоуральцам представлены книги, которые никогда не попадали на прилавки городских магазинов, и более того, представлены далеко не во всех крупных городах страны. Также предусмотрена серия мероприятий для самых юных читателей. Завтра, начиная с 11 утра, библиотеку охватят оригинальные и необычные события. А в воскресенье, помимо всего прочего, пройдет Всемирный чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Елена Мельникова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. Низкие цены, большой перечень товаров и натуральные продукты. Сегодня на площади концертно-спортивного комплекса прошла народная ярмарка. Такие мероприятия обеспечивают продовольственную безопасность Новоуральска и его жителей. В работе ярмарки на этот раз приняли участие около 30 производителей, ремесленников и самозанятых из нашего города, Ижевска, Березовского и других территорий. Среди представленного ассортимента – самарский и алтайский мед, камчатская рыба, домашние мясные деликатесы из Башкирии, постельное белье, спецодежда, игрушки для развития детской моторики. Из горного щита в Новоуральск привезли саженцы. На ярмарке оказались и четыре ремесленных производства. От новоуральских производителей стояли палатки с копченой и вяленой рыбой, одежда – как для детей, так и для взрослых, фрукты и овощи. Цена на товары радует, ведь здесь нет наценок посредников. Для Новоуральска это не первая народная ярмарка. И уже в июле 8 и 21-22 числа пройдут следующие. Организаторы ждут местных производителей и ремесленников для участия в ярмарке. Знак благодарности. Руководство межмуниципального управления Министерства внутренних дел по Новоуральску и поселку Уральский поблагодарило предпринимателя, откликнувшегося на помощь в патриотической акции. Подробности далее. Проект «Лица Победы» реализуется в Новоуральске уже два года. Его цель – патриотическое воспитание молодежи на основе примеров наших героических предков – ветеранов Великой Отечественной войны. Воплощение в жизнь идеи на территории округа помогла индивидуальный предприниматель Татьяна Стихина. Накануне ее пригласили в управление внутренних дел Новоуральска для поощрения за личный вклад в значимое мероприятие. Проект «Лица Победы» я уже сказал два года. Второй год уже в этом году мы проводили. И в прошлом году у нас пять ветеранов живых Великой Отечественной войны были размещены на наших конструкциях размером 3х6. И в этом году тоже пять, но три ветерана. И в этом году первый раз два героя Советского Союза. Это у нас герой Советского Союза – танкист Тегинцев. У нас в городе есть улица Тегинцева в южном районе. И герой Советского Союза – капитан Неустроев. Уже 20 лет основной деятельностью Татьяны Стихиной является реклама. В 2020 году к предпринимателю обратился Зинатуа Сайфулин с просьбой разместить фотографии участников Великой Отечественной войны на стендах города. На что ответ был однозначно положительным. В короткие сроки на улицах города появились портреты героев. Максим Метелица и Зинатуа Сайфулин торжественно вручили благодарность Татьяне Стихиной, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и совместную реализацию новых ярких проектов. Себя хотел бы поблагодарить вас, сказать большое спасибо за сотрудничество. Я надеюсь, что мы в дальнейшем также будем с вами сотрудничать. Реально, дело сделали очень серьезное, очень большое. Зинатуа Сайфулин уже все рассказал. Вам огромное спасибо от руководства межмуниципального управления, всех руководителей. Мы вам благодарственное письмо такое подготовили, поэтому хотелось бы вам вручить его и сказать спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, гласит строка из известной песни. Важно помнить историю, чтобы не допустить ошибок прошлого сегодня. Сохранение памяти о героях тех тяжелых военных лет – наша общая задача. Никогда нельзя об этом забывать. Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Музейно-выставочный центр всегда готовит для горожан интересные выставочные экземпляры. На этот раз в зале расположилась познавательная экспозиция под названием «Нефть». Гости могут узнать удивительные факты об этой необычной жидкости. Выставка открылась еще в начале июня и работает в основном для организованных групп школьных лагерей. Но и каждый житель также может ее посетить и узнать для себя что-то новое. О том, как прошла экскурсия для ребят из лагеря 45-й школы и что нового они узнали в нашем следующем сюжете. Всем нам известно, что самые распространенные продукты из нефти относятся к видам топлива. Это мазут, авиакеросин, дизельное топливо и, конечно, самый популярный в народе нефтепродукт – бензин. Но мало кто знает, что эта природная ископаемая проникла почти во все сферы нашей жизни и используется гораздо шире. Подготовленная методистом музейно-образовательной деятельности Ольгой Вахраневой выставка, которая расположилась в стенах МВЦ, знакомит новоуральцев с этим удивительным веществом. Выставка рассказывает о том, что такое нефть, как ее добывают, как ее перерабатывают и, наконец, как ее используют в нашей современной жизни. Мы все знаем, что нефть – это основа мирового рынка. Но для простых людей, особенно для детей, не совсем понятно, что такое нефть. И поэтому на нашей выставке собраны совершенно разные предметы по своей форме, по своему предназначению, по своему цвету. Но что же их объединяет, мы с детьми это разбираем. За время работы выставки ее уже посетило более 500 детей. Больше всего юных новоуральцев поражает то, что нефть поселилась почти в каждом предмете нашей поседневной жизни. Косметология, медицина, детские товары, игрушки, одежда, техника и даже предметы пищевой промышленности не обошлись без ее применения. Мне очень понравилась эта выставка. Я узнала нового, что очень много вещей меня окружает, которые состоят из нефти. Очень было интересно. Я узнала о том, что мои очки состоят из нефти. И у всех кроссовки тоже состоят из нефти. Нефть очень важная ископаемая и сложно представить нашу жизнь без всех предметов, в которых она используется. После экскурсии ребят ждал некий перформанс по строительству собственного нефтепровода, который с каждой экскурсии становится все длиннее. До конца лета у всех горожан есть возможность увидеть своими глазами, насколько нефть широко используемое природное богатство. Елена Мельникова, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. В понедельник в 19.30 подведем итоги недели выпуски программы «Объектив. Итоги». Это все новости на сегодня. Берегите себя, своих близких. Будьте здоровы и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин